Вы можете выбрать шампунь, который подойдет именно для вашей кожи головы и ваших волос. Их такое огромное количество. Для начала давайте определим, какой у нас тип кожи. Бывает, что кожа склонна сильно к жирности, а бывает наоборот, что у нас очень сухая кожа. И шампуни для вас будут разные. Для жирной кожи головы мы выберем, например, шампунь для пьема Тефия. Он идет с алициловой кислотой и прекрасно очищает кожу головы. А с другой стороны, для сухой кожи, мы выберем шампунь, увлажняющий для окрашенных или даже подойдет с восстановлением, который немножко добавляет масла. Теперь подробнее про маски. Маска это то, что помогает нам восстановить волосы, потому что она глубже проникает в структуру волос и прекрасно заполняет пустоты, которые там образовались. Именно она отвечает по большей части за наш глянец и здоровый вид. Поэтому, если волосы сильно повреждены, берите маску с кератином или восстанавливающую с маслами и кератиновым комплексом. А если волосы в принципе в нормальном состоянии, то можно взять, например, масочку для окрашенных волос. Она придаст гладкости и блеска. И не забывайте, что масочкой увлекаться слишком много нельзя. Делаем ее 1-2 раза в недельку, чтобы не перенасытить наши волосы. И действительно проверено на опыте, что лучше сначала после шампуня подсушить волосы полотенцем, далее нанести на них маску, смыть, а уже после нее использовать бальзам. Почему так? Все потому, что бальзам создан для того, чтобы пригладить нашу кутикулу волос. Поэтому маску бальзамчик запечатывает волоска. И наши волосы после этого более блестящие, более здоровые и шелковистые. И не забывайте, что бальзам необходимо использовать каждый раз после использования шампуня. Это очень важно, потому что сам шампунь создан для очищения. Поэтому после шампуня наши волосы приподнимают все кутикулки, а бальзам их разглаживает.